Всем привет! Это четвертая обучающая миссия по игре Comet Modern Operations, посвященная подводным лодкам. Тема миссии — дизельные субмарины и атака надводных юнитов. Продолжительность 6 игровых часов, примерно 30 минут игрового времени. Location — локация — Эгейское море. Это четвертое руководство, предназначенное для обучения игроков основам операции с подводными лодками в Comet Modern Operations и первой экзамены серии. В этом игроводстве будут рассмотрены следующие темы. Профилирование дна для противодействия активному гидролокатору. Мелководные операции. Игроку нужно будет объединить вышеуказанные концепции со знаниями из предыдущих уроков серии, чтобы успешно завершить миссию. А именно, дизель-электрическая силовая установка, сноркелинг, пассивные методы обнаружения, сбор информации о контактах, термоклин, термические слои, тактика приближения к поверхностным контактам, поражение надводных целей торпедами, построение точки пересечения, зоны конвергенции, работа подводных датчиков, контроль скорости глубины и курса подводной лодки. Загружаем. Добро пожаловать. Ваше умение будет проверено с помощью управления греческой дизель-электрической атакующей подводной лодкой. Всплывающие сообщения будут направлять вас по следующим темам. Мелководные операции. И профилирование дна для противостояния активному сонару. Ваша миссия — выследить, перехватить и уничтожить фрегат ТЭПе класса НОКС. В отличие от предыдущих сценариев, этот фрегат представляет реальную угрозу для вашей субмарины и экипирован и вооружен вертолетом для борьбы с подводными лодками. Мелководная среда отличается от глубоководной по ряду причин. Нет зон конвергенции. Термоклин может быть тоньше или слабее, или вообще отсутствовать. Дно океана жестко ограничивает глубину погружения. Значительно снижает характеристики сонара с точки зрения дальности и чувствительности. Топография дна океана влияет на работу датчика. По сравнению с глубокой водой, мелководие имеет очень высокий уровень окружающего шума от волн, течений, биологических источников и увеличенного морского судоходства. Фактически в большинстве мелководных условий подводная лодка, особенно дизель-электрическая подводная лодка, работающая на батареях, будет тише, чем окружающая среда. Это усугубляется тем фактом, что по мере отражения звуковых волн от поверхности, на океанах и любой другой поверхности сила звука значительно уменьшается. Множественные реверберации и высокий фоновый шум сокращают расстояние, на котором контакты могут быть обнаружены с помощью пассивного сонара на мелководье. Это помогает подводным лодкам оставаться незамеченными даже на очень коротких дистанциях. Но также позволяет надводным кораблям приближаться к подводным лодкам незамеченным. Мелководье также ухудшает работу активного сонара. Отражение от морского дна, камней, затонувших кораблей и других препятствий резко снижает отношение шум-сигнал, особенно на низких и средних частотах. В уроке втором мы увидели, что активный высокочастотный гидролокатор не очень эффективен при проникновении через термоклин. Однако на мелководье высокая частота является предпочтительным активным гидролокатором для отличия подводных лодок от фоновых помех. Независимо от частоты, все активные гидролокаторы значительно ухудшают характеристики на мелководье. Топография океана – это последняя отличительная черта мелководных операций. На большой глубине дно океана находится за пределами рабочей глубины подводных лодок, даже часто на несколько порядков. И по существу не имеет значения, когда речь идет о противоуличных операциях. Но на мелководье можно использовать долины и участки дна океана, чтобы избежать обнаружения как активным, так и пассивным сонаром. Маскирование местности с использованием подводной топографии – чрезвычайно эффективный метод предотвращения обнаружения, поскольку звук не может проходить по прямой пути к пассивным датчикам, а между подводной лодкой и активными датчиками на поверхности отсутствует прямая видимость. Обратной стороной является то, что характеристики датчиков подводной лодки тоже будут снижены по тем же причинам. Теперь дружеский агент разведки заметил нашу цель, пересекающую пролив Босфор. Проложите курс к вашей цели и начните время, чтобы продолжить. Распространенной тактикой для использования мелководья является профилирование дна. Это когда подводная лодка избегает обнаружения, неподвижно находясь на дне моря или океана. Для дизельной подводной лодки сокращение расхода заряда батареи позволяет очень долго находиться под водой. Отсутствие шума, создаваемого движением, означает, что подводная лодка, как правило, намного тише, чем окружающая среда. Для атомной подводной лодки эти преимущества на самом деле неприменимы, потому что они по своей природе более шумны, даже когда неподвижны из основных систем реакторов. Так как дизельные, так и атомные подводные лодки получают выгоду от профилирования дна, вероятность обнаружения активным гидролокатором резко снижается. Как упоминалось ранее, активный сонар как низкой, так и средней частоты не очень эффективен на мелководье, и их шансы отличить подводную лодку от дна океана очень низки. Высокочастотные гидролокаторы представляют большую опасность, но все же имеют резкое снижение вероятности обнаружения. Чтобы профилирование дна было эффективным, подводная лодка должна быть неподвижной. Любое движение резко увеличивает вероятность обнаружения, особенно против высокочастотного сонара. Хороший командир подводной лодки выберет подходящее место и займет место задолго до того, как цель окажется в пределах досягаемости своих датчиков. После этого подводная лодка останется неподвижной и будет ждать, пока цель не пролетит над головой, но имеется в виду над местом, где находится подводная лодка, прежде чем маневрировать для торпедного выстрела с высокой вероятностью поражения. Тут используется термин «buffles» — перегородка. Это термин, используемый для описания относительно мертвой зоны покрытия гидролокатором за кораблем или подводной лодкой. Зона эта создается из-за работы собственных винтов судна. Ваши инструкции по основным операциям с подводными лодками завершены. Ваша миссия — потопить турецкий фрегат, проходящий транзитом через Айгейское море по пути к Средиземному морю. Вам нужно будет использовать знания, полученные в предыдущих уроках, для выполнения этой задачи. Цель, способная противника, будет значительно более агрессивна, чем цели в предыдущих уроках. Используя навыки и знания, которые вы накопили до сих пор, вы можете уничтожить цель, не будучи обнаруженным. Если вы проигнорируете предыдущие уроки, то вы вряд ли выживете. Сценарий закончится, когда вы потопите цель и будете защищены от контратаки вертолета. У вас 6 часов на выполнение миссии. Удачи! Ну все, мы предоставлены сами себе. У нас больше не будет никаких подскаживающих кошек. Вот наш шпион, находящийся на берегу, засек проходящий фрегат турецкий. Мы знаем, что он проплывет где-то здесь, но предлагаю ловить его примерно где-то посередине этого промежутка. Доплыть сюда и лечь просто на дно. Давайте поставим полную скорость и глубину мелководья. Так, но это нужно сделать здесь. Посмотрим, чем вооружена наша лодка. 14 торпед САТМОД 4. 1, 2, 3, 4, 5, 8. 8 торпедных аппаратов. В принципе, неплохо. Да, но радиус противолодочного оружия у фрегата вражеского больше, чем у нашего оружия, предназначенного для уничтожения надводных целей. Ну, тут остается, да, только метод засады. Вот мы выбрали эту точку. Сейчас проверим. Так, давай-ка обратно. Так, обратно сюда. Глубина, скорость мелководья. Скорость полная. Надеюсь, что мы успеем раньше, чем туда прибудет. Скорость можно уменьшить. Вот видим, зона неопределенности вокруг вражеского фрегата увеличилась. Значит, он в теории может быть, если бы он двигался с такой же скоростью, как его засек шпион, может быть в любой вот из точек по этой окружности. Давайте выставим скорость крип. Посмотрим, какая у нас глубина. Осталось усилки чуть-чуть. Да, мы достигли нужной точки. Теперь ложимся на дно. Отдаем команду As deep as possible. Стоп. И просто будем ждать, когда замеченный контакт приблизится к нам. Здесь мы уже... Наш сонар пассивный его не видит, потому что мы легли под слой. Вот слой находится выше, мы на дне. Мы его засечем, когда он будет гораздо ближе к нам, когда мощности сонара будет хватать для того, чтобы звук проникал через термоклин. Вот. Все, вражеское судно идет прямо над нами. И торпеды лучше всего запускать, когда он пройдет точку, где мы находимся, и будет ориентирован к нам кормой, чтобы мы в этот момент как раз находились в слепой зоне действия его сонаров. Немножко увеличим скорость. Вот. Теперь он находится в зоне действия наших сонаров слепой. Поэтому нам нужно немножечко развернуться. Ну все. В принципе, можно запускать торпеды. Давайте единственное что, проверим, сколько примерно торпед нужно, чтобы уничтожить этот фрегат. Вот. В базе данных видим damage points 670 очков. Посмотрим сколько очков повреждений наносят наши торпеды. 260 килограмм взрывчатки, 260 очков повреждения. Значит, для уничтожения этого фрегата необходимо запустить 3 торпеды. Давайте запустим 4 торпеды с учетом того, что вдруг одна из них промахнется. Торпеды, кстати, в отличие от ракет, в целом имеют более высокий процент вероятности попадания. Потому что кораблю гораздо сложнее выполнять какие-то маневры уклонения. Тут просто не такие скорости. И хорошие торпеды практически всегда попадают. Но если единственное, что может им помешать, это если наша цель обладает очень высокой скоростью, и она просто на этой скорости успевает уйти из радиуса действия наших торпед. То есть торпедам просто не хватает топлива, чтобы догнать нашу цель. Давайте запустим торпеды. 8 штук мы можем запустить. Вот сейчас мы не можем. Написано OODA Loop Limitation. Это означает, что мы пока у нас стоит на паузе, еще 3 секунды потребуется экипажу для того, чтобы отреагировать на приказ и запустить торпеды. Если даже время поставить самое маленькое, мы видим, что сейчас оно закончится, да, и 8 торпед в принципе готовы к запуску. запускаем 4 торпеды по регату, которая является нашей целью. можно всплыть на глубину выше слоя, чтобы мы могли задавать корректировку нашим торпедам, хотя в принципе здесь расстояние маленькое, они сами должны найти цель. видите, как только торпеды приближаются к нужной точке, они включают свой собственный сонар и уже наша корректировка им не нужна. Да, теперь мы можем видеть скорость фрегата 12 узлов, скорость торпеды 35 узлов. Запускали мы их на очень хорошем расстоянии, которое позволяет торпедам уверенно поразить цель. Не на границе действия, потому что если бы фрегат у нас находился где-то вот здесь близко к границе практической дальности стрельбы, то он скорее всего на скорости бы ушел от наших торпед. Но сейчас этого не произойдет и они все скорее всего поразят цель. Все, вот да, в принципе фрегата хватило одной торпеды. Это даже слишком с запасом заложили. Поздравляем, вы уничтожили цель и можно посмотреть, какие нам очки начислили. Триумф. Триумф означает, что вы остались незамеченными, неповрежденными и достигли великолепного результата. если бы мы какое-то из этих условий не выполнили, то есть, допустим, фрегат нас бы заметил, то мы бы уже получили за это какие-то штрафные баллы, либо просто нам меньшего балла дали. Так, в целом, выполняются миссии по уничтожению судов, находящихся на поверхности, с помощью дизель-электрических подводных лодок на мелководье. Ну все, на этом сценарий закончен. Буду благодарен за лайки и за подписку, если вы еще не подписаны на мой канал.